13 декабря, друзья, горы с полком Криворога. Сегодня заседание третье рабочей группы по вопросам взносов школьных. Продолжение следует... Есть Тарасюкина, есть Пилатова, местоней, есть Деман, есть Тарманюк, есть Тюхо, Деман, есть Шополава, есть Шевченко, есть Шидика. Есть Тарасюкина, есть Шевченко, есть Шевченко, есть Шевченко, есть Шевченко. Есть Тарасюкина, есть Шевченко, есть Шевченко, есть Шевченко, есть Шевченко. Есть Тарасюкина, есть Шевченко, есть Шевченко. Продолжение следует... 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 Детей сирид, когда они едут в ДОЦ Слава или Сонячный. И на это мы запланировали 427,6 тысяч грн. Для покупки, обладания, материалов, инвентаря, сгодя тех потреб, которые дали заклады, мы, вернее, это не те потребы, что заклад, но далее оно пиде. На предмети, материалы, обладания и инвентарь, это шкельная и спортивная форма для детей сирид, одяг, зутя, канцтовари для детей сирид, что перебывают в интернатных закладах. Также планируем открытие 11 додатковых, 11 дошкельных групп, открытие 31 додаткового класса в школах, то есть у нас в школах сбільшается мережа классов на 31. Это додатковые ставки, додатковые энергоносії, святы и так далее. Придбание классных журналов, будьерных материалов, посудов, вогнегасников, лампочек, энергосберегающих. На все это мы предбачили 18 млн 439,5 тыс. грн. Додатково врахована 7 млн 853 тыс. грн. для придбания господарского инвентаря, в том числе и крейли для закладов освіти міста, из-разрахунку 10 тыс. на заклад миючих засобов, реактивов кабінет химии, замену аншлагов, вивесок для закладов в связи с декомунизацией. На оплату послуг крім комунальных мы запланировали 53 млн 686,9 тыс. грн. Что это мается на увазе? Вивезение святя, оплата послуг в связи с интернетом, оплата послуг дезинфекции, диратизации, до очищения води, перевезення детей до места навчания из отдаленных районов, оплата банковских послуг и обрезка омолоджения деревьев. Додатково сплановано 12 млн 713,7 тыс. грн., которые мы предлагаем на оплату послуг с выготовлением проектно-кошторисной документации для установления пожежных сигнализаций в закладах освіти міста. Хочу вам пояснити, що з 1 січня 2017 року всі наші заклади повинні мати ліцензію на здійснення освітньої діяльності. Один із пунктів для отримання ліцензії передбачає встановлення протипожежної сигнализации. Только для того, щоб встановити сигнализацию, спочатку необхідно розробити проект. Тому на наступний рік ми закладемо 1 млн грн тільки на розробку проектів. Далі, оплата послуг за асфальтування подвір'я в закладі. В сумі 8 млн грн на наступний рік. Оплата послуг підприємствам щодо усунення аварійних ситуацій та поточні ремонти в закладах тих аварійних ситуацій, які виникають, скажімо, зварка, сантехніка, заміна кранів. Сплановано у нас 3 млн грн. Далі, у нас всі навчальні заклади підключені до державної системи управління освітою. Це сайти навчальних закладів, це звітування навчальних закладів в електронному вигляді, в електронній формі. Це електронна реєстрація в дитячі дошкільні заклади. Це електронна атестація підпрацівників, тобто це досить об'ємний портал, який на своїй платформі має дуже багато різноманітних програмних продуктів. І от для того, що підключення до цього порталу, встановлення цих програм, воно було безкоштовним, а на сьогоднішній день обслуговування є платним. І на цей рік ми запланували 245,7 тисяч гривень для підтримки державної системи управління освітою. А також нам необхідно зробити технічну документацію з розмежування з Керебас водоканалом мереж водоподачі і відведення. Це 468 тисяч гривень. Так, інші поточні видатки, це 3,5 тисячі гривень, оплата податків за користування надрами. Спланували ми оплати на відрядження педпрацівникам. Всі педпрацівники, які в нас направляються на курси підвищення кваліфікації, за межі міста на семінари, на конкурси і так далі, вони всі отримують повністю відшкодування за відрядження. На відрядження ми спланували 536,2 тисячі гривень. На проведення курсової перепідготовки вчителів, це безпосередня оплата за проведення курсової перепідготовки. У нас педпрацівники проходять курсову перепідготовку на базі двох вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на впровадження педпрої діяльності. Це Дніпропетровський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти і Криворізький державний педагогічний університет. Так от оплата за проведення курсової перепідготовки вчителів, за попередніми нашими розрахунками, в 2017 році складе 1 мільйон 14 тисяч гривень на оздоровлення та відпочинок дітей. Ми розрахували видатки на рівні поточного року, це 15,8 тисяч гривень, це для тих дітей, які постраждали в насидок Чорнобильської катастрофи. Це тільки для дітей Чорнобильських, тих, хто не їдуть в славу, в сонячні, за медичними показниками. І ці діти отримують, ні, вибачте, це не діти Чорнобильські, це навпаки, крім тих, хто оздоровлюється за рахунок цієї пільги Чорнобильської. Так, крім того, в бюджеток розвитку в нас заплановані кошти для реалізації проєктів-переможців конкурсу громадський бюджет в сумі 9 млн 111 тисяч гривень. На придбання обладнані предметів догострокового користування ми спланували 3 млн 183 тисячі гривень. Це і автоматичні системи моніторингу подачі тепла в заклади, закупка електричних плит, закупка обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти. Це і придбання обладнання для дитячих таборів «Слава і сонячний». Тобто це те, знову ж таки, що дали заклади як потребу для них. І на здійснення капітальних ремонтів по закладам освіти заплановано 11 млн 66 тисяч гривень. І по програмі охорони навколишнього середовища екологічні кошти у нас заплановано 2 млн 996 тисяч гривень за утилізацію і вилазення відходів. Таким чином бюджет по управлінню освіти, пропозиції до міського бюджету складає 1 млрд 626 млн 183,8 тисячі гривень. Все. У мене все. Вони вже воно буде прийнято, то воно буде загально доступно. Тобто це поки проєкт? Так. Якщо ми проголосують депутати за бюджет, це буде прийнято, вони проголосують і будемо зробити. Тобто проєкт сформував на тих, так поєм, предложениях, які ми прорабували. Вони вже вже повинні відкрити в учебну з власного бюджетного поліця, коли подається на бюджет, а бюджет може відкрити зарані. І, відповідно, з чого формирується бюджет? Тобто про ідея... Ну, ми, наші пропозиції, нашу пояснювальну записку ми передаємо управління фінансовою. Тобто буде голосування подправлення? По бюджету. По бюджету. З 16 числа буде обговорення на комісіях, а 21, щоб я зроблю. Ну, за 20 днів, так що все эти всі проеки... Бюджет, да, вважаючи, я вам деку. Ти ти тисячі шифрував? Уже є. Уже є. С розшифровками? Ну, давайте вже буде правда принята. А що ми зараз будемо обговорювати? Так, а що ми зараз будемо обговорювати? Я вам сказала, що ми включимо в бюджет. Просто один нюансик. Тут є у нас допомога. Ну, там говорять 472 тисячі. Нет, коммунал. Нет, 472 тисячі. Туди входит ввоз мусора, якщо не ошибаюсь. А не допомога. 5 мільйонів 367 тисяч. І потім говорять, що ще є є деньги, як 11 мільйонів, як 2 мільйонів. Утилизація – це екологічні деньги. Це предусмотрено приобретення закладів світу мусорних контейнерів. Це просто так написувається утилизація. Це буде приобретено. Ми зараз орендуємо під Коспецтрансу эти контейнери, щоб уйти от аренды за счет екологічних средств нам уделять деньги для приобретення этих контейнерів. Стоимость одного контейнера – 7 тисяч. А скільки у нас випліт? 428 штук. Не, не, виплітлення скільки? 11 мільйонів? 2 мільйонів. 2 мільйонів? 2 мільйонів? 2 мільйонів? А приобретаються через Прозоро? Таким образом? Це будемо ми приобретати. Утилики будуть подставляти. Тому що ви приобретувалися цими контейнерами. 5 тисяч стоїть. Центрні комісії роботи віддельно. Вони треба буде поінтересоватися. Це віддельна структура, я так розумію, вона ніяк не связанася. Контейнери звичайні чи для раздельного фрусування? Я розумію, що ви не сподіваєте. Звичайно. Я розумію, що ви не сподіваєте. Я розумію, що ви не сподіваєте. Чому ви не сподіваєте? Я розумію. Я розумію. Зрадовати. Петюк Петровна. А розуміються ли питання роздельного сбора мусора? Віддельного діння? А він розуміюється в житлових будинках? Школи – це ж на шаг повніше? Я розумію, щоб починати це виховання. Ну, давайте почнемо з себе, зі своїх жилищ. А ми не почнемо, поки діти не почнете. А в чому речі? Рассматриватися віддельного сбора мусора. Отдельного сбора? Растери. Я честно скажу, це такий комплекс роботи, який розжимав. Там дуже багато речі. В自身 trickedForty och retaliи мусорьie printl. На Cons�end nordation будинці meglio використати в тому однову. Копок речі. Пissуки відперціte estilo. І в Totally. Так відді і мусорь для cosa95 ris fi embaу? для обычного бытового мусора. А бытового это что? Бытовый мусор это и не апатия, это и не пляшки, это и не пляшки. Это и не пляшки, это и не пляшки. Как они у вас пляшки? А дети приходят с пляшки пластиковые для воды? Это и не деймение. Надо учить раздельному сбору мусора. Я сейчас сказал, что вы не пляшки. Это как раз утро, потом уже пару годов для детей. Вот как раз из школы этот вопрос решается очень и очень, даже серьезно. Дети все это единого знают. Я беру конкретно, я всегда говорю на собственном примере. В каждом классе стоит коробка, куда выкидывается мусор, именно бумага. Это сдается макула. Во всех школах на этажах стоят контейнеры, куда можно выкинуть батарейки. Это без исключения. В каждом классе стоит лидер, куда дети выкидывают мусор. Вы сказали во всех школах, то вы уверены? Я сказала. Я говорю на своем примере. Если так, то да. Я к этому подхожу изначально. Я говорю от себя. Поэтому вот здесь уже... А у вас средств идет на макулатуру? Ребята, давайте, ну, макулатура, поверьте, где-то на сколько мы сейчас... Мы поняли. Сейчас... Ну, хорошо. Сейчас... Вопросы можно? Я хотел все-таки закончить свой вопрос. В этих цифрах рассмотрены такие вещи, как уменьшение энергоэффективности, какие-то программы энергоэффективности. Например, мы развалились на Западной. Они когда смотрят целую школу, они посчитали, что им поменять лампочки энергоэффективные, это двухлетняя гарантия на лампочки. Они уже понимают, что они больше лампочек покупают, не покупают. Придосмотрено. Значит, тут у нас предбаченние кошти на закупку энергосберегающих лампочек. Это первое. Другое. Кошти на автоматичные системы... Слава, я понял, это энергоэффективное энергоэффективное энергоэффективное. Это увеличение, увеличение или спроса не показывает? Это система, которая будет отслеживать в учреждениях с поживаниями энергоэффективности. И если энергоэффективные выйдут за привычное... Где-то порыва, оно сразу будет в системе показывать свой дат. И следующий момент, який тут учтю, это плановая установка индивидуальных тепловых пунктов. А сколько планируется школ подключить? На следующий год пять по бюджету, два по Гравацкому бюджету. Это плюс? Пять плюс два, правильно? Да. Семь школ. Из них, из этих пяти, в первую очередь, подключаем сами мощные школы, для того, чтобы увидеть энергетический эффект. И школы, где дети перебивают целодобовые интернаты. А такой вопрос, вот 9 миллионов в грамадский бюджет. Вы посчитали это как в расходы, но согласно же программе грамадского бюджета, они же с другой стороны... Ну, они же идут все равно в наш бюджет. Ну, а вам же их передадут, правильно? С этого года, с 2017-го, а грамадский бюджет будет распорядником кошки в выставке? Нет, нет, нет. И я вам хочу сказать, что по грамадскому бюджету из 32 проектов, которые есть по закладам, победителей всего 45 проектов. Я сейчас для всех, чтобы было понятно, 45 проектов победителей, из них 32 по учреждениям образования. Из 45, из этих 32, больше 50 процентов, это окна, замена окон. А почему, что не розвиток? А кто сказал, что это нарушение? Во-первых, а во-вторых, не мы же голосовали за грамадский бюджет. Не мы выбирали переможцев, выбирали переможців грамада. В trilogy. Когда программа, громадский бюджет, там была специальная программа, по нему выделилось 15 млн. Уже по программу, с отдельной категорией выделяется 15 млн. Ещё на отделе свиты, ещё 9,1 млн. выделяется обратно. Вот, кстати, эти 15-ти отдоконные передают на свиты, и вот этих 9,1 млн. тогда закрывается. Правильно я понимаю? Потому что у нас не получилось, что по громадскому бюджету, по программе выделяется 15 млн. А потом ещё с отделом свиты 9,1 млн. выдают. я вот это хочу мы по управлению осветы мы закладываем кошки на ремонтные работы я с вами согласен мы делим 1 миллион выносим в этот миллиард шестьсот тысяч потому что кроме от этих громадских что выиграли какие-то деньги на замену в векон запланирование в первую очередь запланированы ремонт и кровь и кровь и кровь и там да есть проекты в этом году мы не тратим вот сейчас у нас есть проекты по объектам по тем объектам проекты готовим пройдем экспертизу в семнадцатом году проектов и приступаем к реализации это ж на столько загально освитниц все заклады освиты а загальная килькость их видомо уже на одиннадцать мы спланировали это миллионы а килькость закладов освиты одиннадцать в каком-то закладе на пятьсот в среднем по миллиону в среднем по миллиону там прозвучал налог плата за недра каким боком и так вот несколько смущает или вводит сомнения сообщение о том что не хватает денег на зарплату учителя вот мы в семинаре были киевский эксперт говорил что колич нет ли здесь превышение численности педагогов в несоответствии с количеством учеников есть конечно конечно есть если у нас в школе один учитель работает на 4 часа а в другой школе учитель работает на 24 часа конечно цены правильные распределения вот эти четыре часа надо было бы передать и туда до 24 часа вот у школу приедать до цели и все и одного учителя сократить конечно есть но мы всего не рубим хотя есть уже у нас тоже веселое распоряжение распоряжение головы областной державной администрации совершенно свежие 28 листопада 16 уроку веком пунктом нужно конечно номер р тире 838 дробь 0 дробь 3 тире 16 веком он написано продолжите работу с оптимизацией мережи загальноослитник закладе на сампорет на сампорет скороченние их килькости на 5 процентов за рахунок объединения змены типу закладу а по ступени реорганизации тощо и движение напомню ванности классов и группу те про что бы я начинала даже если не по 40 то во всяком случае по 30 як минимум те что мы сейчас не даем сокращать классы свои не даем объединять от нас это требует вторым следующим пунктом а не тут же в том же забезпечить и скорочения працивники загальноослитных закладов что наименьше на 10 витсотки у нас сегодня есть извиняюсь школы где нет шестого восьмого класса по 12 по 10 по 11 до 15 до классы надо закрыть и перевести в іншую школу процент педагогов пенсионного возраста есть а есть в законодательстве нет я просто спрашиваю без всяких конечно ничего как молодые специалисты есть так и есть педагоги в возрасте но экзотом не предусмотрено граничный не предусмотрено граничный век работы на педагогичные посадки хорошо еще вопрос мы сегодня по многим специальностям и по многим вакансиях вакансиях уже много потому что вакансиях нам не дают кадры так как бы мы хотим сегодня университет еще вопрос вот когда говорится о планировании затрат теплоэнергии на энергоносии проводился ли анализ но тонера больше комиками местом связи с тем что уже установили энергосберегающие вот так вот счетчики меньшее количество декабря стала установка одного теплового пункта нам до 1 тепловый пункт самоокупаемостью 18 18 месяцев календарных минус минус летний период то есть за год тепловый пункт окупается хотя сам не спрашиваю за то что собирается целью делать а я я вам расскажу чтобы не поставить тепловые пункты на 5 запасе на 7 закладах осветы у нас стоять индивидуальные тепловые пункты то ванны на сегодняшний день дают нам значную экономию экономия на стильки что за календарный ритм окупается установка то есть потребление теплоэнергии закладывать уже меньше 10 процентов экономии уже как сэкономия за счет того что заходы сына разборяжения годированные приняты в 2016 году 2017 год на 10 процентов экономии а счетчики во всех школах тепловой пункт промещения какой площадь сейчас у нас есть два проекта реки ждем и реализации по утеплению начала утепления школ и две школы по каким проекты на утепление взяты польской стороной для разработки ну скажем для доработки 4 95 гимназии то есть у них есть певные вимоги ця школа должна быть большая заполнена и с большими энергозатратами поэтому мы вот такие две школы которые у нас были кроме этого на сегодняшний день уже заключены договоры на постройку индивидуальных котелин на следующий год на следующий год субвенция субвенция пинк 80 процентов субвенция выпадает на ночи не учениша вот именно державность семь с половиной получил это по расчетам ну примерно семь с половиной 8 это по 16 но по 16 это по 16 цифра по украине 8 Ребята, приблизительно. Ну, привет. За город у нас получается 10. Где-то 10. Пожалуйста, спросите еще надо. Есть школа 066, там они уже. Нет, сейчас мы просто субъекцию, количество людей наукаты получаем. Да, я хочу вас переспросить. Смотрите, харчувание у нас. Я просто когда ездил в Базару, я там проехал ряд школ, и очень большую экономию дали, ну, это как мысль на будущее. Я сразу говорю, чтобы мы сейчас не забили ногами. У них что они сделали? Они взяли компанию сертинги, которые привезли уже готовый продукт в виде, там, вот что, и там какую-то сумму. Они не покупали, не знаю, как толщу, гуля. У них сумма стоимости продукта в одной школе 2,5 раза уменьшилась, в другой 2 раза, примерно 2-2,5 раза уменьшилась стоимость того комплексного обеда на ребенка. И я просто видел цифры, эти разницы. Мы очень думали. Может быть, подумать в будущем и нам комплексно потихоньку вводить вот такие... Отвечаем. Они взяли просто предпринимателя, ему дали аренду полностью, все, он сделал у себя инвентарь, ну, грубо сказать, вытянул цены, сколько это будет стоить, вышел контендер, выиграл его, и я просто ел в этих школах, это довольно вкусно и очень дешево. Если вы считаете, что это что-то новое, то это не другое для города такого рода. В Жовневом районе есть пилотная школа, которая на сегодняшний день перебывает в аутсорсинге. Я не могу сказать, что там цена упала в 2 раза, цена слегка поднялась. Даже поднялась за счет доставки готовой продукции. Вот они ушли от доставки, они отдали просто столовую над предпринимателем? Точно так. Предприниматель прошел через конкурс, но цена поднялась. Летом изучался вопрос от передачи в аутсорсинг, как пилотного хотя бы одного из районов. Ни один предприниматель не захотел брать полностью район. Готовы взять на нашем оборудовании, использовать наше оборудование, использовать нашу электроэнергию, использовать бюджетные деньги на заработки. То есть мы вам передаем деньги, а вы это все делаете. Готовы. При этом предлагают те, кто предлагали, да, они предлагают, давайте мы создадим коммунальное предприятие. Мы на это не готовы, на создание еще одного... Вы сверли, что еще на 10 миллионов это получалось дороже. Да. Я просто вытяну с этих школ, как у них эта вся процедура прошла, где экономия там произошла, как они это все организовали, мне легко, на документы уже есть. И потом я буду показать и подумать, ну, в дальнейшем, может... Я же вам расскажу, что мы тоже думали на это, мы прочитывали, и то, что мы готовы были сделать... по поводу питания, я, ну, раз уже у нас, когда комиссия есть по школьным вопросам, допустим, у меня ребенок приходит, и говорит, у нас была сегодня перловка, и половина деток не ела. Этот вопрос сегодня, как раз буквально обсуждалось с директором, все-таки с этим что-то надо делать. Почему? Потому что, если мы делаем имитацию с перловкой детям, и они потом все равно ходят полдня голоднее, потому что половина... не заказывают, а на что не заказывают, я вам говорю, с первого по четвертый класс продукты, и расписание делают в район. Детки не выбирают меню, и она не может... Дети не выбирают, но, простите, директор контролирует этот процесс. И если я знаю, что дети не едят перловку, то мы просто не заказываем меню. Директор мне не говорит, что меню составляет в район. Мы берем гречку, мы берем то, что дети едят. То есть, этот вопрос решается... Да, 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 да. Тщательно. Проблема есть в питании, просто вот как бы... Я вам хочу сказать еще, в району, в каждом районе есть специалисты, которые отвечают за складание двухтыжненных, двухтыжненных, примерно обо меню. Я вам прописано, что может быть либо гречка, либо что-то, либо вот то, либо вот то, в таком количестве. То есть мясо, либо рыба, либо что-то в таком количестве, для того, чтобы выдержать калорийность и нормы харчевания. И не выйти за цену. Вот то есть три позиции. Калорийность, нормы харчевания и цена. А директор, администрация школы вместе со своим завпроизводством уже выбирают. Что мы сегодня готовы? За перловку и за твердое меню. И за твердое меню, да. Да. А вот это вот три миллиона, вы говорили, что заключается с уверенными ремонтами. Это будет с какими-то компаниями заключаться? Ну то, зачем раньше? Да. 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 Надачами таких послений. Светлана Петровна, уточняю еще вопрос еще раз по зарплате. Вот этих 23 миллиона не хватает на ставки или это с доплатами от Горисполкома вот премии или как говорилось? От Горисполкома доплат немало. Это ставки. Доплаты все по закону Украины. У нас есть доплата за выслугу лет. Это все идет по закону Украины. За выслугу лет, за категорию, за звание, за проверку тетрадей, 20-процентная надбавка за престижность педагогического труда, одноразово при отпуске на оздоровление и одноразово щуречного нагорода, яка надается до дня працівника освіти. Да, ці всі кошти враховуються, бо це є захищені статтіли датки. А вот щось говорила голова, що еще город доплачивает премии 20-процентка доплата за престижність в праці. Ця доплата може бути від нуля до двадцяти по закону. Ана сюди входит? Ана сюди входит. А, ну і скільки це? Може це є 23 мільйона? Ні, це не 23 мільйона. Звісно, якщо обрати полностью отсюду плату? Слава Вадимировна? Покала 15 мільйона. Покала 15, да? Мы рассматривали этот вопрос. Т.е. 8 мільйона? Многі городи ідуть, де продерживаються, плачут на сьогоднішній момент 1% престижність у них в праці. Покала 15 мільйона? Т.е. на минимум 8 мільйона? Покала 15 мільйона? Учитель ввеселі. Тому учтелю 5% а тому 10 мільйона? Татьяна Петровна ходила к Юлію Григорьевичу и оставили в граничном размере 20% Татьяна Петровна отстояла до нормального граничного размера. Нам предлагали 10% А вот хотела бы еще раз переспросить инвентарь 18 мільйона? 435 000 гривень Это на форму... Детям сиротам, дети под опекой, которые учатся в школе их раз в два года должны обеспечивать комплектом школьной и спортивной формы. Консттовары. Получается, это малообеспеченные обережи? Нет. Это дети под опекой. Только сиротам. Малабеспеченные обережи. Мини-котельни, які плануються робити и уже на стадии укладения угод перебивают. Кошты на их установление сюда входят. Это не міський бюджет. Водопед Ключино Заречный Водопед Ключино Заречный До 1,5 тысяч у нас есть? Да, до 1,6 тысяч. По бюджету понятно, потом принимают, мы дальше смотрим, что там уже задают, задаем вопросы. Скажите, пожалуйста, по ЕДУПЕ, по счетам, как бы, вот ЕДУПЕ прошло, договора подключились. По счетам что-то конкретно сделано, уже можно деньги переводить на эти счета? Это уже... Это не до меня, вопрос отдаю ЕДУПЕ. Моя задача была подключить все отделы образования. Подключили ЕДУПЕ, где я должна наладить этот сервис? Это надо с Татьяной опять связываться, чтобы она ускорила. Наша задача была заключить договора. Договора переданы на заключение. Были возвращены части районов на доработку, доработали, опять отправили. То есть пока еще в процессе, еще нельзя просто взять и просто действовать. Договора заключена? Не, я понял. Я жду, когда уже деньги можно перевезти. А вот эти 245 тысяч интернет-ресурсы уже там за сайты в каждой школе не оплачивают, правильно? Да. А не на платных сетях в 8-м школе? Нет. Я еще раз объясняю. Значит, у нас есть разработчики ЕДУПЕЯ, которые были раньше разработчиками Державной системы управления освитою. Державная система управления освитою, которая включает в себя очень много разных сайтов. Сайт «Электронная реестрация в детские садки», сайт «Электронная атестация педагогов», сайт «Дистанционное учение для ученых». И так далее, и так далее, и так далее. Тобто там много разных ресурсов подключено, много разных сайтов. Один из них – это, например, сдача электронных звитов. Если мы раньше возили в область звиты, ну, например, количество ученых мы возили звиты транспортом, то сейчас мы их передаем через этот сайт. И не надо ничего, никакие документы возить. Так вот, на стадии разработки и проведения этой системы все это отбивалось безкоштовно. Другой год уже за эти сайты нужно оплачивать. Какой там хостинг, платный или бесплатный, я не знаю. Но система, которая у нас есть государственная, и сейчас под эту систему мы подключаем университеты под «ЕДЕБО». Вот «ЕДЕБО» и единая государственная электронная база, там, где видно все аттестаты будут, все дипломы и так далее, и так далее. Вот сейчас у нас идет процесс соединения этой базы и этих систем между собой. Чтобы вищий навчальный заклад, например, при приеме дитини до себя на навчання, міг відслідкувати її навчання протягом 11-ти роков и побачить аттестат в электронном вигляді. Ну, не сам аттестат, а номерном и так далее. Тому обслуговування цієї системи, воно є платним, причем воно є платним для різних шкіл по-різному. Хтось платить 100 гривен, а хтось 500, в залежності від того, скільки учнів, скільки вчителів. Тобто, чим більше тягне школа цю базу, ресурс, тим дорожче обслуговування. А оце ми все склали, те, що нам виставили, по-кожному закладу. Остана Петровна, в контексті запитань, які прозвучали, можна скласти таку, отримати інформацію, яку розіслати членам комісії, потреба у вчителях за профілями і наявна кількість? Тобто, вакансії? Ні-ні-ні, не вакансії. Тобто, є у нас зараз стільки-то вчителів працюють, а потреба наша становить стільки-то. По предметам? По предметам, так. Тобто, ну, от звучало, що... Вакансії? Ні, ну... Це ж і є вакансії. Ну, вони вакансії... Ну, вони запитали вакансії. Ну, ми повинні розвитати прощути на 17-ти часов. А зі вчителів працюють на 20-ти часов. На 20-ти, ні-ні. Тому, як би, просчитати... Дивіться, є у нас звіт РВК, який, здається, на 30 вересня першу жовтру. Оцей звіт, він у нас є, це статистичний звіт. Протягом року, воно може... Ну, звісно, варіюватися. Тому, я не готова сказати, наприклад, на сьогоднішній момент, є ли у нас точна цифра. Знаю, що вакансії зараз ми збирали. Що місяця подаємо. Вакансії ще висі. Вакансії і висі. От я дивилася вакансії. Що у нас, наприклад, дуже багато ми зустрічає вчителів фізвиховання. Початкові. Англійська. Англійська з'явилася. Математика з'явилася. Що взагалі це було для нас... Ніколи не було вакансій. Початкові. Початкові дуже багато. Початкові, ГПД, педагоги-організатори, інженери електроніки. Дуже багато вакансій. І друга пропозиція. От видається вже кілька років поспіль. Спільне управління освіти і цей центр інноваційний. Оці довідники по загальноосвітнім закладам міста. Там взагалі все йде. У нас не тільки загальноосвітні. Там повність освіта міста. Я там побачила загальноосвітні заклади. Там немає дошкільних. Там немає позашкільних. У мене він при собі. Я зараз його дістану. Там загальноосвітні заклади. Взагалі то на серпневу конференцію цей довідник готується по всім навчанням. Тобто можна його отримати по іншим закладам освіти міста. Дошкільним, позашкільним. Ну, злов'язати, це буде станом на перший рост. Ми його не оновлюємо щотижня, щомісяць. Він у нас оновлюється на початок навчального року. Не календарно-навчального, так? Так, навчального. На серпневі конференції ми цей довідник в електронному вигляді даємо всі школи. І про участь в Олімпіаді. Тобто там зібрана ця інформація за рік. Можна я ще такий вопрос? Просто помігалка там. Оно нам обротянет, из-за того, що мало конфлітованного року. Щас ви вам оброти розказуєте. Год 20-й сьогодній з першого. І логічно це правильно було. В связі з тим, що 20-й розсіпалися. Ми щас про це не дискустируємо. Я потім вам отдельно все расскажу. Я вам тоже. Коли, коли такі школи рядом, находящиеся конфлітованно менше, ніж на 10%, якщо соеднюють ці школи в одну, і вони дійдуть до 100% конфлітованності. Є расчок таких школ, де можна було б згрупувати, щоб уменьшити с ними коммуналки і потратити ті деньги образно на теплопункт, т.т. і.т.п. Модернізацію. Звичайно, що є таке понимання, і поняття. Але не завжди можна, скажімо, грубою силою взяти і соєдніть. Як приклад. Микрорайон Східний перший. Дві школи абсолютно однотипні. Більше, ніж на тисячу місць кажучи. Стоять стіна в стіну. В одній школі 800, в іншій – 200. Логічно було б зробити одну школу. Одна школа – Україна мовна, інша російська мова. Зробити російські класи в цій школі. Завтра буде демонстрація батьків цієї школи. Так, а в чому там принципиальна разниця? Ну, українська і російська. Я учився в українській школі, у мене все на російській преподавалось. 37-я школа – українська. 61-я рядом школа – она російська. Теже саме все на російській преподавалось. Разницей вообще никакой не було. У українська література, український язык. Считався на українській. Все остальне на російській. В якому це році було? Ну, я учився з 88-го по 98-й. З цього приводу можу пояснити наступне. Я вже як в суді, в прокуратурі. Я закінчила школу трохи раніше, ніж ви. Наскількість там років раніше. І коли я дошла до восьмого класу, у мене клас був український. В школі був один десятий клас. Вірніше, два дев'ятих. Один український, один російський. І коли ми прийшли в десятий клас, нас зробили російським класом. Чого таке було в тій далекій годі? Я не знаю. Даже не буду зараз... Ну, і була разниця какая-то, да? Ну, було таке. Ну, це трошки не по темі. Давай, я не питаю. Я говорю про зараз. Якщо визначена мова викладання українська, то предмети викладаються українською. Я кажу та українська, то інше питання. Ну, це в случае, коли разномовні школи. А якщо одинаково мовні. Ну, є такі школи, які в стіна в тіну. І стіна в тіну, наприклад, 99-й і 127-й. Ну, не стіна в тіну, але рядом. Ну, 127-й лопнете, і 99-й. Ну, може хмутить. Аналогично і інший примір є. Є. Приміри є. Але я вам хочу сказати, що зараз, якщо ви дивилися останню сесію, коли говорили про підвоз учнів, про перевезення учнів безкоштовне чи пільгове, яка розгадалася. То говорилася про те, що навіть 500 матерів – це оптимальний варіант доходу. Але ніхто ж не хоче зараз забирати свою дитину з одної школи, отаким силовим методом, якщо ми це зробимо, і перевезти в іншу школу. Ні, це питання. В наших класах 34-36 чоловік в сесідній школі стоїть пустаю. Ну, чого батьки не йдуть в сесіднюю школу? Ми їх не можем заставити. Ми не можем заставитися зробити. Тому що школа старає, розвалюється, і дядька ліктів такий, що дати не повітря. Якщо її в школи і в одну ходять в другу, то можливо питання вам не дати в школу? Що ж треба міняти? Не в батьках питання. Татус і часто і в батьках. Ні, ну батьки звісно хочуть віддати дитину в школу, яка... Не забирають ж всі з вугу пустої школи. І не віддають. Батьки ж різні є. Можна? У мене питання позашкільним закладом, творчості. Чи розглядаєте ви додавання ставок? Тому що у нас який ріднокрай, у нас на енульціях. Не розглядаємо. Ми розглядаємо питання збереження мережі існуючих ставок. Якщо є дуже великий попит на один гурток? Якщо є дуже великий попит на один гурток, то в межах закладу керівники можуть привести один гурток в інший гурток. Чому не додати? У нас яка ситуація? А я ще раз повторюю. Не розглядаємо. Тому що зараз йде мова про переведення всієї позашкільної освіти на платну основу. На рівні держави йде мова про переведення на платну основу. Просто на енгульці нету никаких аналогичних заведень. Якщо в городі в Кривому Рогі можна куда-то подвезти ребенка, на енгульці нет. Там все ограничено. Смотрите, увеличение штатных единиц, то увеличение бюджета самого заведень. Чи є можливість додати одну единицю батькам за гроші організувати? Ні. Якщо є там... Батьки арендують приміщення і граних заняти. Вже пеніста немає цих коштів, щоб додати одну ставку і вирішити це питання? Щас на державному рівні заборонено збільшення чисельність. Є постанова, що на життя не є. Позашківні, вони ж повністю забезпечуються містом. Чоловік має сам лицензувати і дати вам платні услуги предоставити. Смотрите, що у вас є в цьому закладі. Там немає. Є діти. Сьогодні там дуже багато. У вас може бути один гурток, де там ходить два людини, а попередно збільшення. Я вам кажу, що немає. Щоб записатися в гурток, потрібно записатися за рік. На іменно на це? До шкільного розвитку. І на інгульці немає ніякої школи якогось раннього розвитку. Просто немає ніякої конкуренції. Він один і там чотири групки. І туди, щоб записатися, це майже скандал, у них залишилось 60 заяв. Ні, ну це ніяк не можливо вирішити. А поточніть, будь ласка, де заклади на миючі засоби? На всі школи. Ну це там 10 тисяч. І в якому аспекті розглядається дезінфекційний засоб? 100 гривень в місяць на кожний заклад. Саме які дезінфектанти будуть? Це дезінфекційний засоби. Ті, що навколо недосанітровані. Тобто не треба з тих наступного року миючі засоби. Я хочу сказати, що вже усе зараз ми закупаємо миючі засоби. На чому ми говорили? Ви говорили про те, що кожен рік дають список. Можна вам секундочку? Смотрите, це проєкт і підусмотрено. Але не факт того, що депутати проголосують від нас за цей проєкт. Ну, проголосують вони чи не проголосують. На цей вік я своїй дитині купила миючих і дезінфекційний на 300 гривень. Ну, а я питаю, буде це наступного року? Закладено. Проект закладено. У нас вступає, в нас запасалося на Лазарєвич. У нас є Аллєєвич на Лазарєвич, запасалося. Ну, мало, то пісалося прийти до нас на роботу. Ну, я не ж помню, що ви не знаєте, де на подачах ви не знаєте. Я думаю, ми тут услышали по поводу батьківських зносів, да? Тут какой-то, хотіли тут ще відкрити. Наші все казначеи против цього. Тому що ви не знаєте, що ви не знаєте. Тому 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 що ви не знаєте. Учитились федючи та організація Today Show Show emotional Zo. Мене відділити pastmetersи та організація хвана. Отець la SA наравді Я вам вейде от?!? Нарушувати Нар också ви не знаєте Чому ми знаєте закону, так ось? Ви читали закон украинець про окріння? Подождите, подбирать не можно. Почему нельзя? Тогда должна быть касса в школе. Потому что это коррупция самым не зол. Подождите, скажите, в чем коррупция? Мы частное, я частное лицо, мы будем сами решать, покупать нам мел в школу или покупать стула. Кто вообще, это где мы нарушаем захват? А вы не частная школа, наверное, все-таки. Вы даже не знали. Ну и что? Это наше личное, понимаете? Мы собираем деньги, это наша... У вас в чем-то заставили, чем мы переделали. У вас установлен порядок, как вы собираете деньги. На сегодняшний момент вам кто-то запрещает так сделать или сделать так уголовное? Да. На сегодняшний момент никто вам не разрешает. Теперь мы берем другую сторону. У вас каждый родитель 100% знает, куда они учатся. Стоп, 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 стоп. Я сейчас не вопрос в том числе. Дай, куда они учатся. У вас идёт два отчёта. Да, и даже родители, которые конкретно интересуются. Покажите, куда это всё пошло. Смотрите, куда они позатся. Я как бы... Чисто, чисто, теоретически. Я сейчас беру ребёнка и подвожу члены, чтобы вы можете сдать 30 км. Вот мне заранее объясняете, на куда они пойдут. Как это заранее? Вот заранее вы мне объяснили. Вот я пришёл, вы видите, мне надо... Потому что я сдавал каждый месяц непонятно на что. Я сейчас вот так шутил. Непонятно на что. 35 км месяц. На что они пойдут? А тут вот это решили? Я не знаю, что сказать. Теперь, когда мы смотрим в другую сторону, я как такой родитель, сумасшедший. Я не сумасшедший родитель. У вас пригод. И каждому классному газночисту я просто заведу в головное дело за вымогательство, за мошенничество, безорганизованное... Нет, до вымогательства никакого нет. У этого взносы добровольные дела. Не могут быть добровольные взносы, фиксируя ваши механизмы. Пожалуйста, давайте перебивайте. Я просто могу это объяснить. Я думаю, чтобы вы запомнились на той вещи, когда у нас законодательный... Они спрашивают, знают ли они, я не знаю, что они решили. И когда я приду с милицией и скажу, что вот тут есть мошенничество... Конечно. Вы знаете? Какое мошенничество? Потому что вы собираете деньги, а согласно закону Украины, то противковый обе-кошник, он там четко расписано, что должно быть или как свои аппараты, или кто... Или хотя бы до того, что у вас заключена быть школа, о том, что а тут вам не делило в этом заведении, что-то делать. Вот это, что у нас есть. Вы знаете, что это происходит. Как собирать деньги, какие-то будут сборы почечных, но существуют. Бород Бабалька, представника Бабалькинская... Хотите я вам дам, про витаповедальность. Все статьи про витаповедальность просто. Можно дальше? Теперь мы разрабатываем механизм, чтобы защитить... А почему здесь не зашло? Чтобы он не поднял ту нужду, непотребность, свой счастливый день, прорвало труба и ТЦД. Хорошо, расскажите мне вообще процесс этого всего. Прорвало у нас ночью труба. Давайте я дам, что я хочу, чтобы я хочу рассказать вам несколько вопросов. Второе, защитить педагогический состав, чтобы тоже ему не пришел папа прокурор и не рассказал, что он чего-то там приносит. И так же защитить педагогический состав. А можно зашло? У нас заказа. Вы очень можете зашлое это сделать, чтобы он выписал, читал и завалил. Мы об этом сейчас и говорим. Можно вам правильно это сделать? Так, чтобы у вас зашлое труба прорвалась труба? Вы не назвали, чтобы в ранней школе аварийную службу 8 ночи прорвалась труба. Аварийная служба... Смотрите, вы сюда покупаете... Примерно. Примерно. Сколько на школу? Десять. Десять. Меньше, чем десять. Семьдесят тысяч на каждый год? Нет, десять тысяч на каждый год. Да, извините, но это никого не было. А, дременно, на каждый год. Ну это меньше, чем на семьдесят. А, конечно, конечно. А десять тысяч на господальский инвентарь? Семьдесят тысяч на годах. Ну, десять тысяч по малому. Я так поняла, вы пришли высказать свое мнение о том, что вы против системы ЭДЮП. Вам вопрос. Вы как с ней ознакомлены? Насколько глубоко? Были ли вы на презентации, где презентовалась эта система? Понимаете ли вы... Да, у нас были родители на презентации. ЭДЮП и Казначейский счет, это разные вещи. ЭДЮП и Казначейский счет. Это что же новокодец, грубо говоря. Мы все равно заходим на Казначейский счет. Кто вам обнимается, почему ему все не нравится. Конкретно Казначейский счет. ЭдЮП и Казначейский счет. Вы просто опустили... Что откроете? Что откроете? Не понятно. Где? В каком банке? Что у вас заслуживает? Тут родители захотят больше пяти числений, чем двадцать лет. Как это? Мы закрываем детям, грамоты, медалей, детям. Но это ваша инициатива, она не относится к подходящим потребностям. При чем здесь наша инициатива? Это все дело за школьные деньги. Это не школьные деньги, это ваше деньги. Это говорится и делайте. А мы в школы. Мы говорим о том, что в школы. Маленький нюанс, смотрите. Что у нас происходит? У людей есть просто сделана многолетняя процедура. Да. Правда. Залаженная процедура. Если ЕДЮПЭИ, возможно, можно отдельно для этой школы просто объяснить, в чем разница ЕДЮПЭИ или не разница, или в той системе, которая у нас сейчас, на сегодняшний момент. И та, которая будет, ну, в чем ей недостатки, да, и какую-то предложить альтернативу образа участия ЕДЮПЭИ. И где будут положительные стороны ЕДЮПЭИ. Вот и все. Потому что мы сейчас разбираем то, что людям на сегодняшний момент не нравится. Непонятно. Но они не знают, что это такое. Но возможно, они не знают. Ну, что вы говорите? Что вы не знаете? Ну, вы ответите за шоколю. Ну, я понял. Даша, а что вы хотите, чтобы я вам сказала? Вы просто рассказали. Я пришла просто рассказать, как у нас проходит этот офис в школе. Причем, если мы хотим или не хотим перечислять на вас, то она не понимает. Поличные перечисления денег на счет. Я думаю, что вы перебудете, собираете наличие. Я вам скажу, что это незаконно, остальные дела ваши, решайте сами. Не зарушать или не нарушать. Есть предложение, что есть предложение для 4 школы, для Батьковского комитета, спирно с администрацией, провести силами тех, кто этим занимался, презентацию системы. Позвольте, это 4 школа? Да. Это та, которая польский проект... Простите, одной ногой вы идете в Европу, в Европу, а другой вы тормозите. Девушка, вы вообще-то, если вы передаваете... Нет, 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 нет. Да, не кайфонный, не кайфонный, не кайфонный, не кайфонный, не кайфонный, не кайфонный. Понимаете, я обжарюю, не кайфонный. Можно я, дочь, можно я, секретарь, да, чтобы я вам хочу записать, в первых, а во-вторых, чтобы разобрать по отдельности, предлагаю предложение Людмиле Владимировне, удосконалить, Людмила Владимировне, вы, извините, провести презентацию не для 4 школы, а для Батьковских комитетов. А не для 4 школы, я сказала, батьковских комитетов, я не про 4 школы, я про школы взагалі. Так, как мы провели презентацию, Батьковские комитеты – это великі органи, там, голову Батьковского комитета, для того, щоб люди чітко зрозумели всі, і ви, і Батьковские комитеты, тих, кого зараз немає, що система Едюбей – це система, яка показує рух коштів, яка підключена до Державного казначейства. А мама, вибачте, Алла Евгеньевна, прийшла, як член, чи голова Батьковского комитету зараз, не з тим, що вона не хоче відключення до системи Едюбей, а з тим, що їх Батьковский комитет випрацював. Я правильно сказала? Да, да, не сестерство. І їм немає необхідності зараховывать кошти на Державный казначейский рахунок. Якщо є відповідальністью. У вас є розповідальність, що потрібно в рамках… Ви ваганність випрацювався відповідальність. А скажіть, откуда ви знали про рахунок групи? Это уже... Нет, ну, это уже... По чему вы говорите? Ну, что тут значит? По этому поводу собрание казначеев. По какому поводу? По этому поводу. А мы сейчас... А мы сейчас... На сегодняшний момент... Можна я питание задам? Петяна Петровна, пожалуйста. Один из-за того, как мама из четвертої школы, яка обстоит... Продалежно, пункт питания стосовно... форми сбору батьківских мест, она обстоит питание... Готятковых зборьев. Ви, знаючи, как Иван Юрьевич, возможно, это ваше спільное питание, знаючи, что есть такой представитель Батьківского комитета, который зацикал, именно в безбитковом сборке. Чтобы тут была, ну вот, скажем так, конкурсивная дискуссия. У нас есть представитель Батьківского комитета, который не зацикал. Да, у них все еще есть. У нас есть представитель Батьківского комитета, который не зацикал. Где представитель? Это Александр Иванович, который не зацикал, и может выставить. Смотрите, ребята, мы сейчас не можем рассматривать зацикавленных, старших денег. У нас, согласно закона, четко говорит и обусловлено все вещи. Хоть и вкове сбор коштевный может быть. Точно. Теперь мы должны рассмотреть механизмы, предложить этой школе, каким образом они могут собирать для его типового коштей. То есть это так, так, так и так. Все. Олег Степанович, позвольте с вами мне согласиться. Почему? Я сейчас объясню. В каком законе прописано, что я, как мама, не могу купить своему ребенку в класс стул? Своему – да. А собирать – нет. В каком законе написано, что мы с вами не можем объединиться и не купить для наших двоих детей, сидящих рядом класс? Мы с вами можем, но официально зарегистрированный батьевский комитет, который при школе, не может. А мы с вами можем, как два частных лица, без проблем. И поставить на счет… Да. И на баланс определить в школе. Это уже второй момент. О том, что вообще невозможен сбор. Ведь поведали за организацию бухгалтерского облику, за обеспечивание, фиксование факторов жизни всех господальских операций. Да, тут уже вопрос про факторский комитет, или про родителей, которые куплены стулы, которые разрушают. А родители и родительский комитет царизни – речь? Это миссия. То органы, то частные лица. Это разные вещи. Абсолютно. А вы в классе собираете главные моды, мы можем решить. Можно по районам или семинарам. Чтобы не просто одному привезти к батьевскому комитету, а потому что здесь тоже прийти и классные. А я вам приглашаю к нам, Татьяна. Как это вы там делаете? Это можно? Подождите. А это вы уже в своей школе? Не на армянках по районам. Вы же приходите в школу, и вы видите, и вы видите, вы не понимаете, вы взаплодили уже державу в акту. Так мы же не будем, потому что держава реализировала жители. Вы только сами. Ну что-то, вы сидите здесь, обратите, делайте, вы будете сидеть, вам не застыдно будет на следующее подходит, я хочу знать, куда идут мои податки. Мы же не платим податки, вы платите, вы платите в 60%, вы платите в 30%, вы платите в 30%. Я не буду служить отдела образования, Покровский район, вот то, что я сейчас уже наблюдаю, это попытка высказать мнение, которое идет вразрез мнением части группы, и действительно активное предприятие, давайте выслушаем все стороны, давайте дадим возможность высказать. Потому что здесь, здесь конструктива нет. Это просто какой-то кошмар. Давайте послушаем, что скажет человек. Давайте будем снять Микошенко. Так само с того благодейного рахунка вы можете купить имя. А вы собираете у вас свои деньги? Все, огромное спасибо. Чите вопрос. Спасибо. Можно, можно секундочку? Спасибо большое. А ну секундочку. Лена Владимировна. Я сейчас немножечко пролью свет на благодейный фонд для наших родителей. Мы говорим уже не первым другом, а о том, что повинны створить благодейный фонд. Не повинны. Не повинны. Давайте я скажу, что мы решили, что вы не постарайтесь. Благодейный фонд может створить особа, которая всем занимается. Это родители, это не директор школы, это не учитель. Это або предпадки, або представники громади, которые работают устав, которые закладывают туда певную мету и створят благодейный фонд. И это действительно в межах чиновного законодательства. Это и правда. Мы в своем закладе, я директор, я не маю права створювати або навязывать эту пропозицию. Но мы не прогрессивные батьки. Дай Божечки им здоровье. Они пришли, сказал Львову Владимировну, нам и вас жалко, и себя жалко, и школу, которую груднять, жалко. Мы попробуем это сделать. И они не балакают, они не пишут, не кляузничают. Они ничего не делают, чтобы свою родную школу втоптать, в поплюжить. Они мовчьи пошли и створили благодейный фонд. Они пришли и меня поставили перед фактом. Он есть. И сейчас мы с ними, они сами приходят с пропозициями, они сами это все делают. Я им за это очень-дуже вдячна. За понимание, за то, что они отвели меня от всех-всих проблем. Это были батьки заинтересованы, которые прошли с этой проблемой и створили благодейный фонд. Скажите мне, пожалуйста, чего вы кинули? Сделайте, пожалуйста, этот благодейный фонд. Вам директор только спасибо расскажет. Скажите, пожалуйста, что вы... Я могу тебе повести на это? Теперь по-другому. Вы мне сейчас задаете много вопросов по деятельности этого благодейного фонда. Я не готова вам ответить. Это занимаются батьки. Он еще на сегодняшний день, он еще недосконалый. Они с мной спикуются, работают. У них очень много вопросов, очень много вопросов у меня. Но мы идем, мы набиваем какие-то шишки. Мы сейчас это будем работать. Повторый опыт работы с определенного времени. Мы вам, если это будет интересно, обовязательно расскажем. Действительно? Это была дейсно группа, велика группа батьков, которые просто сказали, что мы не хотим иметь этих проблем, чтобы поплюжили школы, в том числе и родные, где они работают. Вибачте, они учатся детей, а мы работаем. Поэтому они сами были инициаторами, они строили этих благодейников. С 1 сечня уже будут ознайомлены, и працювать за ним будут все батьки, которые желают. Питание до меня. Сколько батьков вы решили? Засновником благодейного фонда вы можете вивчити документы, может быть одна особа. А сколько угодилось? Засновником может быть одна особа. Нет, мы понимаем. У вас будет фонд, что вы должны сдавать туда. Ну так, будет на работе. Ну, кучами, батьками. Это же повинно будет. Они могут, это же выучатые документы. Нет, вы же можете врачать. Засновник, они решили. Засновник будет один. Ну, это разумело. Ну, они же вы решили, должна одна людина вы решила? Засновник, и принимает решение, он один. Он и принимает решение один. Они решили, что этот человек, который на себя это все взял, он на сегодняшний день работает на громадских засадах без оплаты. Это прописано было у них уставом, однозначно. Потому что заплатить зарплату и налоги, это большая нагрузка, большая на родителей будет. Они решили, что эти 2-3 тысячи, которые потратятся на бухгалтера, лучше пустить на развитие школы и на развитие детей. Поэтому этот человек работает безоплатно. Этот человек, засновник, принял такое решение сам. Оно безоплатно. Ну, что там с банками, они же выбирают все сами, здесь я ничего. А здесь работает сады. То есть есть расчетный счет благодейной организации. Он есть. Он никаким чином не связан с казначейским рахунком. Через ЭДУПЕЙ, если они захотят, батьки, они подключат до ЭДУПЕЙ. Они безоплатно. Они безоплатно, но они на сегодня говорят, что их влаштовы Приват-24. Форма создана, Приват-24 им создает форму, батьки только туда заходят. Они уже видят 32 школу, благодейный фонд. Вони батьки даже так и назвали благодейный фонд. 32, чтобы не было никакой путаницы, это идентификация. И все. И дальше они работают. Но я вам хочу сказать, что еще на сегодняшний день не вся разъяснена работа батьками среди батьков проведена. Поэтому рахунки открыты, благодейный фонд створен, но с ним еще не работал. То есть он еще в работе. Понимаете? Бои батьки, это просто терпеть вырвался. Именно на 100 черт, что мы говорим, что поплюжиться из школы. Можно вам нюанс? Первый. На сегодняшний день по документам, для того, чтобы все открыть, одна людина. Не то, что вы открыли, а смотрите. На льдовая какая-то рада. То есть они принимают какие-то решения. Все другим. Після того, как они все открыли, другим заседаниям, калилу, так сейчас я скажу, как оно называется. Голова правления может кликать, принимать. И будет на сегодняшний день законом, что голова правления и учреждения, это может быть одна и та же особа. Ничего не мешает. Одна и та же особа. А вы даже подгуртовывайте, объясните. Подгуртовывайте людей. Они как входят. Но вы выходите. Вы скажете, батьки, что вам не дают. Я не хочу. Я знаю, что государство гарантировала. На сегодняшний день мы высказываем возможные варианты. Есть казначейский счет. Есть казначейский счет, есть отдельный счет, отдельный от казначейства. Есть просто вы купили и принесли. Это тоже в рамках закона. Купили, принесли, на самом деле его продуктовалось. Если вы не хотите, то это не хотите. Но вы не хотите. Какие варианты еще? Если кто-то где-то нарушает закон, уважаемый, для этого есть люди, которые найдут эти нарушения и накажут. Если есть нарушения. Если вы не хотите, вы не платите. Если вы хотите помочь школе, помолите директору создать благотворительный фон. Не директор создает его. Это заинтересованное лицо и вы не помните. Можно я вопрос? Я ссорик, ссорик, не перебать, пожалуйста. Первое. Ты страшил это на признание. Второе. У меня просто есть наработки благотворительных фондов. Работа вместе с учительским комитетом и с администрацией школы. Есть очень, очень хорошие наработки. Это очень прогрессивно и довольно пользовательно. Совместно все делают. Здесь, если надо. Я могу поделиться с ними. Просто вот даже в основном, я уже понимаю, у вас есть немножечко там, ну, желательно исправить некоторые моменты. Желательно. Юристы работали, у них суставы. Но там подключены родители подключили юристам. У меня те работали, которые сейчас в министерстве продвигают много времени. Ну, это уже не надо. Я вам сказал, да. Регистраторы там все появляются. Не в этом все. Смотрите, идем дальше. Вы не рассматривали для более эффективной работы попечительского, ну, благотворительного фонда и вашей школы сделать децентрализацию вот у алтырии? Нет, это разные вещи. Я понимаю, о чем я говорю. Вы не рассматриваете, чтобы децентрализироваться от централизованной полки? Децентрализацию мы можем провести только за общим решением. Я знаю. Децентрализация, вот вы мне скажите, на сегодняшний день я ее просчитываю, да, допустим, но я на сегодняшний день не готова. Ну, если дадут отдельные какие-то деньги на развитие школ, то это вариант возможен. Ну, а что бы нет? Ну, вот я просто... Ну, на сегодняшний день это нереально. Нет, ну, я понимаю, что в каком финансировании это... Единственные рабочие механизмы одновременно работы благотворительного фонда и школы, у них 90% этих школ, они все децентрализированы, там есть просто много положительных дефектов. Вот почему я спрашиваю, не думали ли, а если это дорого, то это, в принципе, для одного бухгалтера или остаться на все-таки обеспечении именно в бухгалтере централизации? Возможно, мы за временем об этом подумали. Сейчас мы ушли от того, что... Пока не успели. Есть опыт, мы будем так. Пожалуйста, делитесь с нами своим опытом. Это не варианты, как это делать. Открыть счет проблем нет. Единственное... Я просто хотела, да, вот это можно, хотела вас поблагодарить, потому что вы поделились таким хорошим опытом и положительным опытом, потому что, как я поняла, мы здесь собираемся и это обсуждаем и спорно-двигаем, потому что у нас возникновение, кризис, мы не можем жить по-старому, мы еще не знаем, как жить по-новому. И то есть вот эти новые положительные примеры, наоборот, нужно тиражировать и пропагандировать, а не пропагандировать старые, которые нарушают уже наши современные законы. На сегодняшний день. Один, чтобы мы все равно... Для вас, для вас, для вас, я хочу немножечко маленькую такую ремарку дать. Почему боятся... Ну, все равно, вы не... Ну, хорошо, если я вас обидела как мам, для деятельной романтии, да? Все равно мы все мамы, я тоже мама. Почему мы боимся... Вот, мы, я уже говорю, мы боимся казначейских счетов. Знаете, вот кто знает... Потому что очень тяжело воспользоваться потом этими деньгами. Хорошо, тогда хорошо. В плане каком тяжело воспользоваться. Бывают нюансы, что по статьям что-то идет не так. И что получается с казначейскими счетами? Их блокируют на какое-то время. Бывает так, что и вы ничего не сделаете. Благоприятие, что он вправо. Он работает самостоятельно от всего. Бывает с казначейским такое, что запрещают то, что мы столкнулись в 2012-2013 год. Приобретать компьютерную технику. Было наложено мораторий. Все, мы не могли. А деньги зашли на компьютерную технику. Я столкнулась с таким. У меня два года лежали деньги на казначейском счету. Я не могла грант забрать из-за того, что был мораторий наложенный. Что через два года с ним произошло. Поэтому у родителей соответственно есть вот это. Они же эти деньги заработали. Они перечислили, а забрать не могут. Первая тревогу бьют родители. Так давайте, ну будут нас появляться такие вопросы. Давайте задавайте казачейским. Ну, то есть казачейским. Ну, это уже на территории. Нет, ну так правильно. Если мы этот вопрос сюда поднимем, то будем его туда поднимать. Почему, если, допустим, целевый взнос там на мячи, почему... Потому что выдали 65-ю постанову в то время, когда, каже Алина Владимировна, в якій написано... Жодный звязку с початком антитеррористичной операции... Это 2014 год, это не 2012. В 2012 мы пежнем на компьютерную технику тоже. А в 2014 году заблокировали все спецсчета и сказали до свидания. Жодный копейник на розвиток на нем. Вы говорите о приоритетах в государстве. Почему здесь это? Да, почему? Все, по мне, ваше... Нет, я тоже говорю, что через два раза в государстве работают... Смотрите, ребята, что еще по казначейским счетам? В течение полного года, теперь выход идет. 95% фирм вообще только говоришь слово казначейство. Что-то связано с казначейством, они рецептсорим, они работают. Потому что они знают, что-то головников стока будет у них. Ну, тут тоже есть нюансы. Но это реальный нюанс. И когда общались, я говоришь, что даже по громадскому бюджету, когда ребята там искали фирмы... Давайте сейчас у нас время, у нас поточные работы... Сейчас я просто закончу, чтобы тоже понимали эти нюансы. Они пересчитали, ну, ряд фирм... У нас есть проблемы по завышенным ценам и по казначейским счетам. И когда эти деньги прыгнут на счета, и нам мы не сможем их снять. Но там мы ведем казначейство, и будем задавать вопросы. Почему? Школа, мы можем их снять. А пока там нет у нас нищетов, пока нет денег, давайте переходим к следующему фунду. Я думаю... Давай, да. Казначейство, вы можете опытано задавать, сколько в вашей душе угодно. Римутся до такой лампочки... Я вам хочу сказать, последний отказ нам... Мы сейчас будем смеяться чугу. По той причине, что оттиск печати не замкнулся в круг. Печати, да, и в банках, если печать плохо стоит. Но все переговоры знают, что должен круг замкнутаться. Римуты всегда замкнутся. Часово ежедневно. Часово ежедневно. Это очень. Да, это все равно бывает раз и ежедневно. Мы сейчас можем вважить... Давайте переходим к четвертому пункту. Было предложение доработать пропозиции, которые доработали на прошлом. Нет, ну так как бы не звучит. Нет, подождите, а по поводу поточных потреб, то что собрали по школам? Ну, мы услышали, что заложено, а что просят школы? Порядка двухсот миллионов на двери. Ну, там не поточные, там, я так понимаю, и капитальные, и плюсы поточные. Нет, только поточные. Поточные ремонты все. Это, конечно, косметичные люди. Разглядалось питание, это все апрельюрдно. Апрельюрдно нет? Да. Ну, то, что мы балагировали. Або на косметичные, на школьные... На школе было приближение? Уже я была в школе, сказали, школьные пьянцы. Да, было предложение на видео ХСВИДе. Вот питание разглядалось? Учили ответить, это школь. А, секунда. Школ собрал. Завас, есть исходные цифры, есть? Петяна Петровна? Я же 200 миллионов. Порядка двухсот миллионов в бизнес. Так вот мы не поняли, это и капитальные текущие? Нет. Поточные. Ну, совсем не ремонт. Ну, поточные ремонты. Хорошо, сколько чисто господарчик без потреб, без ремонт. Ну, не надо вас сказать. Отдала вам Светлана Владимировна? Да. Нет, это то, что мы уже сосчитали без ремонта. Да, без ремонта. Нет кабинеты оснащены, дезинфицирующие средства. Ну, те средства, которые заказаны, будут заложены, они покрывают эти запрессы? Это не дорого. Ну, 200 миллионов нет. Нет. Там 200 миллионов, например, это с ремонтом. Мы, да, вот это все, что треба было у вас подарочи потребует, 20 миллионов плюс к тому, что у нас закладывалось изначально. У нас было заложено на 16-й год, не мог, плюс 20 миллионов, так и закладывается на 17-й. Те статьи расхода, да, почему-то я заложен. Я хотел бы спросить, вот как раз у нас показалось, как убежало, да? Так это был 500 тысяч, 500 тысяч. Таил, пожалуйста, порядок отримания, використания и обликы Владимиру Нески, мы когда будем разглядать этот вопрос? Ну, может, мы не наступны. Я думаю, что я так понимаю, что никто и не готов. Есть вопросы по нему? У меня есть вопросы. Всех денег достатньо, вот это, что заложили там все-таки? Нет. Все, кто будет собирать на моюще и на все. Конечно, там 10 тысяч. 10 тысяч на заклад, 10 тысяч, но если это маленький садочек, то, возможно, 10 тысяч ему на реку выйдет. А если это были в вашу школу? В зависимости от количества деток и здесь нет обновления никакой техники, никакой мебели, здесь нет поддержания инженерных систем. Грубо говоря, сварить грязевик на школу, которых два обязательно должно быть, если один элеваторный пункт, а крупная школа – это три пункта, шесть грязевиков. Это 7-10 тысяч. Этого всего нет, и если все это закладывать, тогда еще просчитывали в позапрос, что раз, когда я была, это около полутора миллиардов, надо для того, чтобы все учить. Этих денег не будет. А на землю должен быть? Два на каждом пункте. То есть поддержание инженерных систем, изоляция, все-все, вот это все стоит денег, этого невозможно. То есть частично осталось надежда на родителей, на... Они частично осталось, что жили на родители, когда мы уже... Тобой 20 миллионов. Это складка. Не, ну, 20 миллионов. Просто посмотрим, что там в конкретном. Сейчас мы пока в завершении. Ну, вот дополнительно, на медицина, на... Не, ну, как раз... Как раз, что с порядком? Когда мы уже будем раздавать? Как раз, что с порядком? Не, как раз, что с... Белый ответ на инженерский закон области, если мы сейчас его начнем, то это... Ну, долго, чтобы привести просто отдельность для благотворительности, наверное... Так, что с... Ну, я первый раз, что именно... Что именно? Что именно? Что? Что, что банковский... Ну, есть порядок. Или за него голосуем, или кто-то предлагает другую, что-то. То, что вы предложили, не могу. То, что вы не управляете. То, что сделали расцепку, в принципе. Если вы раздохали, то вы не попали. Если у кого-то есть другие варианты, то раскладки... А вы представляете тому человеку, который в архивском комитете, который с 40 секунд, а потом с этими действиями попрощали? Потому что, ну, я же... На ООО, у вас есть прецеденты в киевских школах, когда они сворачивались вместе с судами на эти счеты? Ну, я хочу... По закону... Одно дело судиться за государством, а другое дело судиться с частным лицом, там, или с юридическим лицом. Это совсем разные дела. Это по поводу того, что деньги убегут. Не, ну хорошо. Как в других городах? Как в других городах? На какие раконки заходят? Детература — это просто эквариум. Там, например, город Черкасса или Чернига. Что подключили? Черкасс. На какие шипи там идут деньги, которые плохие? У нас казначейские счеты имеют каждый шип, а у вас без счет свой. Он один и один. Он должен написать, что вы должны быть с ним. Он как-то, что вы должны быть с ним. Он еще у нас здесь, а он уже к шипе сашка. Как мы в садик платим. У нас здесь указывают, что на перечисление, на поводение. У нас только власть, на замене, на диспле. На любое нас. Да. Да. Нет, ну, еще не осталось материально к этому, а тогда им уже будут распоряжаться. А может быть? Ну, подалки, садьку. Конечно, просто это работает. Давайте только инструктивно заберёмся. Я просто хочу, что это было. Если вы можете, после следующей раз, когда будет рассылка, порядок денег, потому что я тоже когда платую. Конечно, да. Потому что там был Милобога туда пригласить, как бы он осветил этот порядок. А вы? Вы что? У меня, наверное, в проекте он больше этого ели. Чего-то, извините. Милобога может уже пригласить? Он просто реализировал проект. Задача будет собрать самую политику. Я... Я... Давайте запланируем следующее. Давайте запланируем следующее. Я думаю, что мы хотим, чтобы конструктивно работать и генерировать какое положение. Может, у Людмилы Вадимовны тоже, да, проект какой-то? Да. Я правильно понимаю. Есть проект, у нас предлагают, что мы переживем. И генеральный комиссия. Продолжение следующее. Задущее. 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 После 21-го, наверное, лучше создать еще раз заседание рабочих, а по положению, то уже будет понятно, как у нас в бюджет получатся. Вот на зеле у нас очень неправильно. Мы можем этот проект отдать юристам, чтобы они поделились и сказали, какие у них зауважения. Так, а зачем мы решили, как у нас с ним неподвижно встретимся в школе? По проекту порядку плавили. Да, мы проговорим, что, допустим, это уже неожиданно. Я видел, в этом году, можно ли это? Когда мы будем готовы, когда мы это тут делаем? Какого? 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 Я не могу сказать. Да. Какого? Да? Какого? А они сказали, что юридично тут и тут не можно юридично. Тогда уже первое, что там не помню, это было самое первое, что они укрепли. Задивили все эти, что жизнь, что это за акт. Это уже не регуляторный акт. Я запитывала наших людей, что это регуляторный акт. Я говорю, что это не регуляторный. Но мне это лишь нет. Я говорю, что наши семьи не нравятся об этом. Но, во-первых, во-вторых, там и вот, как нам на там уже. И в таких моментах, такие взагалей, что мы не работаем, как это место, где народ на руках, как это место, где здесь. А может, мы вообще действий начнем работать, а не каждый сам с тобой? Работы на небольшой веселке. Продолжение следует... 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 но это управляющие компании вот эти которые как частные жеки фактически не аварийка аварийка я так понимаю это немножко у него другая если деньги закончатся у нас сессия каждый месяц мы можем просыпь ищи дополнительно деньги но с чего-то начинать мы предполагаем что будет в север, те кто надаёт такие послуги для жгновых будин скорее всего это будут те же, управляющие контракты то есть порядка десяти тысяч год на каждое учреждение но и на заклады и киевы они стоят десять тысяч в риг, есть какие меньше, есть какие больше средняя цифра взята вот это только в услуги децепт смотрите кому сколько? не, 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 это по кильтости по потребности, прорвала труба в такой-то школе, мы исключено аварийний свет ликвидация, да? ликвидация аварийных ситуаций а нельзя как-то, как вы можете вставить в одно процедуру, предупредить Так это же процедура огромнейшая. Пока утвердят, пока конкурс, пока тендер. Это сколько? Полгода пройдет, да? Ну тендер, период тендера, это же 2-3 месяца примерно. И еще с электриком. А материалом за что будет? Так, озвучиваю приглашение. Первое. Провести навчальный семинар для батьковских комитетов про работу ЕТЮПЕЙ та можливости сбору коштів на розрахунковые рахунки Державного казначейства. Не по району, а по типам заклада. Друг, коли? Ну, когда и кто? Тут же же вопрос два открытых. Потому что я не специалист, я не могу провести. Я могу позвонить, узнать, смогут они, или не смогут. Мы сейчас будем говорить про то, что вы созваниваетесь с ЕТЮПЕЙ и спросите, может кто-то приезжать к нам, когда может приезжать? Можно в один и тот же день? В один и тот же день. Развезти в Африке. Другая. Наступная заседа. Да. А если так, то я с вами связываюсь, и вы уже там... Ну, мабуть, что лучше, это, если мы... Дивите, сейчас у нас ситуация такая. Все отделы освяти, как я уже сказала, заключили договор на подключение до ЕТЮПЕЙ. Автоматично все заклады освяти, когда будет состоянка ЕТЮПЕЯ, скажем так, что есть автоматично, все заклады появляются на ЕТЮПЕЙ. Все заклады отримают логин, пароль для входа в свой особистый кабинет. Тобто, я так думаю, что это все равно не будет завтра, или после завтра. Да, это пройде какой-то двойный час. Дай Боже, чтобы это было с 1 сечня. Как вариант. Мабуть, так, да, как вариант. Тому, мабуть, нам есть сенс проводить этот семинар, мабуть, уже в сечне, для батьков, но в сечне. Чтобы могли показать, в той же ЕТЮПЕЙ, в онлайн режиме, что, дивиться, вы заходите вот так, вы видите себя вот тут, вы можете отследствовать вот это, вы видите вот это. Можете, когда вы будете созваниваться, можете спросить ориентировочное сенсорение. Я буду, чтобы это отнимать уже года. И уже от них, да, оттолкнуться, когда можно будет сделать семинары, включающие. Так, друге, наступное заседание провести, только по положению, про благодение батьковских мест. Вот тут, полдень пропозиции. Но до того, надо же почути висновок юристов. Третий. Это не в третьем, но я поменяю места. Значит, что до юридической оценки, працевниками юридического управления, положение правило. Результаты, все положение, чтобы ее до заседания нам разеслали, чтобы он подлежит на ознайомец. А потом, на основе этого, как-то в телефонном режиме договориться до следующего заседания. Тогда уж мы получим эти выноски. Но с ними треба ознайомиться. Понятно. Вам разносили рекомендации юристов, да, траву. Так, так, финансистов, юристов, так далее. Вы выключаетесь. Ну, да, так происходит. Я думаю, здесь в школе. То же ваше видение? А с приводу чего? Потому что положение. Светлана Владимира сказала, что у него есть. Светлана Владимировна然 daraufала сказать, что у него есть запитание, но она пока не звучит. Так я расскажу, что это... Значит, это запитание, которое есть у Светланы Владимировны, но я могу сообщить. У нас это попитание. В politiquе, да, у нас это непосимое запитание. 아파но-гарх mascara в положении идет про то, что каждый заклад должен открыть рахунок в Державном Казначействе. Вы были в Державном Казначействе Александрович, вы были в Державном Казначействе со Светланой Владимировой. Поинформировайте нас, что вам сказала госпожа Шельяна. Каждый заклад может открыть казначейские рахунки только в случае, что они будут финансово независимыми, то есть они принимают решение про окремую бухгалтерию. Про окремую бухгалтерию. Абсолютно ничего не має. Про догляду на децентрализацию абсолютно ничего не має. Про те, что заклад может вийти на самостоятельное финансирование. Проте хочу сразу вам сказать, что есть ряд, скажем так, перепон для этого. Для того, по-перше, мережа закладов, кто будет распорядником коштей на наступный рік, Державным Казначейством затверджается до 17 грудня этого года. Она уже затверджена. Классичная она затверджена. Для того, чтобы заклад став финансово самостоятельным, решение должно быть сбором, коллективом, закладом, про то, что они хотят вийти на финансовую самостоятельность. Это решение подается до главного распорядника коштей. Главный распорядник коштей надаёт пропозиции на Державное Казначействе про распорядники нижних уровней на наступный рік. И на наступный рік Державное Казначействе через все гилки благо, ступеньки, затверджают этих распорядников коштей. Это первое. Второе. З огляду на распоряджение нашего губернатора, яке я дала, Игорь Михайловичу, дойдется проскорочение на 10% минимум. Отделение закладов на самостоятельное финансирование потягивает за собой увеличение количества бухгалтерей, увеличение количества штатов, самому бухгалтерей. Игорь Михайлович, не может такого быть. И Шиянова про это говорила, что этого быть не может. Там еще чекает отбородь с главным управлением Казначейства. Потому что есть постановка Кабинета Министров, где написано, что можно, а есть главный Казначейство, который сказал, что не можно. Посылающих также на какие-то постановки, называлась анкета. Но договор с ЕДУПЕЙ уже по району заключает, то это вопрос уже вырежется. Но вы же не про ЕДУПЕЙ сейчас, а про финансовую самостоятельность. Нет, финансовую самостоятельность. Там должны принять решения и в этом угодно с законами никто не понимает. И еще одно, что я вас хочу обратить внимание, когда вы будете читать положения, чтобы вы посмотрели на то, что предлагается создать работу, которая будет контролировать благодейные на поле. Депутатскую рабочую группу, как для меня, то это вопрос. Насколько депутаты имеют право контролировать людей? это години? Погода не 2 години, наверное, как не поделали в России? Вы не могли заправить. Вы сами могли их контролировать. Вы сейчас угрожаете. Я, как я, наше предложение, дальше скажу, родимся, где-то сделаем почерк, для меня на щиток, для щиток. И все. Вы, опять же, заставить их вставать, и мы говорим, когда захотелся, вставил, не вставил. Ну точно не депутаты мають контролировать. 100%. А там створить рабочую группу? Можливо, модель цей рабочей группы удосконалить. Можливо, там не депутат. Можливо, идея того органа, который мог бы монетировать эту ситуацию. Главная. А уже в каком формате это можно обговорить? Ну я, допустим, у Ваны есть сомнения по тому же того, что благодейная организация, которая на базе 32-й школы, даст за то, что подслеживалась. То есть она в налоговое. Учитывать за чего? Не-не-не. Да. 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 На задаче не так, что он не малово общимового власть. У нас есть системные задачи, на которые мы должны решить. Вы можете отслеживать жалобу, ведь это, а комитет, что это... Это, конечно, это распорядование, или что это? Распорядочное, Володя. Возвращение. Возвращение в том, что это документ, до которого можно задать вопрос, насколько его нужно выполнять. Это рекомендационный характер, насколько я понимаю. Нет, так там, соответственно, до печатного кодекса Украины. Соответственно, закон о бюджете. Ну, а что, приняли закон про бюджет 2017-го, я перепрошую? Ничего. Чи зміни внесли в бюджетний кодекс? Воно, я пишу, я заприняла, воно не має... Відповідно до умов бюджетного кодекса Украины, закон о бюджетном системе державного администрации в руководстве установки кабинета Украины 11-го жовтня 16-го року номер 710 про эффективное использование державных кошек и так далее. 11-го жовтня была установка, которая уже приняла. В основании ее родилось распоряжение губернатора и вы дали заданиями с кем угловом. Ну, 777... То есть, надо изучать на 710-й, а уже от него... Ще расскажите, как номер постановок? Постанова номер... 710 – это кабинет администрации 11-го жовтня 2016-го про эффективное, которое станет державной кошкой. И распоряжение главы областной державной администрации 28-го листопада 16-го року Р-838-0-3-15. Конечно, нам так много району поднимется. А кто вам сказал, что у вас много району? Какой у вас отделение сведения? Метологийный? Начальник, два заступника и специалист. Ну так, что же бухгалтерия? Бухгалтерия... Бухгалтерия... Бухгалтерия, это же централизована в бухгалтерии. А что бухгалтерия без заплаты заработает? О, бухгалтерия... Вы хотите экономить на педагогической эффективности, но вы говорите, что у нас в каждом районе должны заседать по 10 бухгалтеров. Мы на педагогической эффективности экономить не хотим. Нам хватит. Перематрисы... А я в Шарбине... Все? 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 В сночном районе? Все слушаем. Итак,ensesELLy rollerblasted п suddenly tô в одну муку. Еще раз я поставила ваши композициях сaviаться с фазом нашим Див Ep preparatorа с olan,